добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святом сегодня хотел бы поразмышлять или дать вам вот кинуть это зерно чтобы подумать вот о чем чему учил нас иисус сегодня очень многие конфессии опасающиеся крещения в духе святом говорят о том что зачастую говорение на иных языках это бесовские проявления языки это тоже бесовские проявления или в более такой мягкой версии могут быть бесовскими проявлениями и я соглашусь с вами дело в том что я лично видел когда демоны подделывают иные языки подделывают любые проявления абсолютно любых даров духа святого но поскольку мы с вами являемся верующими в иисуса христа мы рождены свыше и мы доверяем писанию описание говорит об этих проявлениях четко недвусмысленно и достаточно прямо поэтому мы не можем с вами подвергать сомнению то что делает бог только на основании того что кто-то это может подделать мы же не отказываемся с вами от денег только потому что кто-то их подделывает а их подделывают достаточно часто смотрите я хочу процитировать одно место которое изменило мое понимание мое отношение и я верю если вы подумаете помолитесь она изменит ваше иисус говорит это луки 11 глава 13 стих итак если вы будучи злые умеете даяние благие давать детям вашим то тем более отец небесный даст духа святого просящим у него смотрите просим мы у отца духа святого мы просим чтобы бог крестил нас духом святым и бог будучи любящим отцом позволит какому-то врагу дать нам змею я не верю в это я вообще не верю что бог может допустить чтобы дьявол приблизился ко мне тем более я не верю что если я попрошу у него хлеба он даст мне отраву какую-нибудь или даст мне камень издеваясь надо мной или дело еще что то если вы думаете что бог такой то вам нужно родиться свыше вам нужно реально познакомиться с ним вы просто не знаете бога я как отец я никогда в жизни не позволю чтобы враг мой враг приблизился к моим детям я буду изо всех сил защищать их от этого если они что-то у меня попросят я даже в моменты раздражения ну не кину в них камнем я обязательно сделаю то что они просят может быть не очень это будет сопровождаться какими-то хорошими словами но я сам то что они просят но моя любовь к моим детям это всего лишь отражение его любви к нам поэтому если вы любите бога если вы действительно знаете бога то вы понимаете что если мы просим у него чтобы он крестил нас в духе святом то он крестит нас в духе святом а не позволяет грязи какой-то вылиться на нашу долю и и и и и и и и и но и и и Продолжение следует...